В гости на радио Ви Би Си пришла новогодняя сказка. Анастасия Федоровна – настоящая снегурочка, участница 14-го Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске. А еще кандидат искусствоведения, специалист по образовательным программам исторического парка «Россия. Моя история». Это так получилось все очень спонтанно, неожиданно. На самом деле, с темой снегурочек и Дедов Морозов я занималась давно, лет пять тому назад. Мы организовывали слет, организовывали шествия, но вот в этом году мне предложили побывать в роли самой снегурочки, при этом меня пригласил сам в Ханты-Мансийск, они позвонили и радушно пригласили, поскольку я сама родом с Ханты-Мансийского автономного округа, с города Сургута. Да, я как бы вернулась на землю обетованную, на свою, и таким образом я просто почувствовала и мороз, как в детстве, и ини на деревьях увидела. В общем, все было очень интересно, все классно, большое количество дедушек и морозов. На съезде Деда Мороза и Снегурочки приняли участие во флэшмобе, провели игры с детьми и взрослыми, а также приняли участие в конкурсной программе. Дед Мороз и Снегурочка – это те люди, которые умеют работать с людьми, любят и находят с ними общий язык, прежде всего они же для них эту всю программу выстраивают. Ну и, конечно, это характеры, то есть Дедушка Мороз должен быть веселый, находчивый, интересный, а Снегурочка должна быть покладистой, умной, красивой, в общем, это зависит тоже от природных качеств человека. Победители пока не определены, но наша приморская Снегурочка показала себя с лучшей стороны и про пожелания нашим зрителям тоже не забыла. Ну, хотелось бы поздравить с 2022 годом, с Новым годом. Обязательно пусть светит над вами солнце ясное, пусть ваша жизнь всегда будет вам медом. Конечно, здоровья богатырского в наше время нельзя не пожелать, но и силы, чтобы хватало и на детей, и на работу, и на отдых, и, в общем, все, чтобы у вас было просто замечательно. Екатерина Зверева, Денис Хадеев, Новости на Восьмом.